Однажды в полицейский участок ворвался маленький мальчик с криком «Пожалуйста! Арестуйте моего отца!». Вот только копы тогда ещё не догадывались, что вскоре им предстоит узнать страшную правду. Когда в небольшом городке только начинался обычный рабочий день, в местный полицейский участок неожиданно ворвался шестилетний мальчик по имени Генри, который выглядел очень маленьким для своего возраста и, едва сдерживая слёзы, прокричал «Пожалуйста! Арестуйте моего отца!». Сначала копы восприняли это как какую-то шутку, но малец не унимался и раз за разом повторял свою странную просьбу. Тогда дежурный позвал Мэри, сотрудницу, которая специализировалась на работе с детьми, чтобы та наконец разобралась в ситуации. Появившаяся женщина как могла пыталась успокоить маленького гостя, но тот всё ещё казался невероятно встревоженным и возбуждённым. Однако сотрудники не могли предпринять никаких действий до тех пор, пока не получили хоть какую-то информацию от Генри. Мэри и её коллега сержант Пол начали задавать мальчику простые вопросы, чтобы привести его в чувство и выяснить наконец правду. Тем не менее Генри продолжал жалобно плакать, а затем он выдал «Срочно арестуйте моего папу! Его нужно как можно скорее отправить в тюрьму!». Понимая, что ситуация очень серьёзная, Мэри и Пол отвели Генри в свой кабинет, где угостили его молоком с печеньем перед тем, как задавать ему новый вопрос. Затем сержант спросил мальчика, бьёт ли его отец, а тот, немного подумав, в очередной раз заплакал и начал кивать головой. Тогда Мэри снова успокоила малыша и спросила, что сейчас делает его отец и как мальчику удалось выбраться из дома. А Генри без раздумий ответил, что он дождался, когда папа наконец ляжет спать, а затем сразу же побежал в полицейский участок. На вопрос про свой домашний адрес мальчик сначала пожал плечами, а затем выпалил, что их маленький и жёлтый дом находится рядом со старой водонапорной башней. А Пол тут же кивнул в ответ, так как он понял, что это за здание. Мэри попыталась уточнить, где сейчас мама мальчика, на что тот ответил, что уже давно её не видел. Ребёнок добавил, что по словам отца, мама однажды ушла гулять, но так и не вернулась домой. После услышанного в головах полицейских стали появляться самые страшные домыслы, и они начали подозревать, что отец Генри совершил что-то ужасное. Видя, что взрослые наконец его слушают, мальчик продолжал настаивать, чтобы отца обязательно арестовали и ни в коем случае не позволили ему сбежать. По словам Генри, папа в последнее время стал особенно агрессивным и не раз повторял, что он больше не сможет этого выносить, при этом громко хлопая дверцей холодильника. Сержант решил больше не медлить и направил к дому мальчика на ряд полицией. Меньше чем через полчаса несколько вооружённых копов ворвались в тот самый маленький жёлтый дом рядом с водонапорной башней, который выглядел очень старым и обветшалым. Внутри обстановка была очень бедной, но помещение при этом выглядело прибранным и ухоженным. Хозяин Роджер мирно спал в своей кровати, когда появившиеся копы повалили его на пол и без промедления защёлкнули наручники на его запястьях. Мужчина лишь мычал, явно не понимая, что происходит, а опытные сотрудники уже заталкивали его на заднее сидение своей машины. Наконец придя в себя, подозреваемый начал кричать, что у него дома остался маленький сын, на что один из копов резко заявил, что ребёнок давно уже у них в участке, а арестованному теперь придётся ответить за все совершённые им злодеяния. Когда Роджера привезли в участок, Пол был очень удивлён. Он ожидал увидеть злобного психопата, который жестоко издевался над своей женой сыном, но вместо этого перед ним стоял очень худой и явно болезненный мужчина с провалившимися внутрь тусклыми глазами. Через мгновенье арестованного завели внутрь, а Генри, увидев отца, как ни странно, побежал к нему навстречу и со слезами на глазах бросился ему на шею. Мужчина с облегчением крепко обнял своего сына и также не смог сдержать слёз. Роджер вымолвил, «Сынок, я думал, с тобой что-то случилось, когда меня привезли в полицию». Генри ответил, «Папа, это я сказал дяденьке, чтобы тебя арестовали». На очевидный вопрос «Зачем?» мальчик ответил, «Чтобы ты наконец смог поесть, папочка». Полицейские стояли, разинув рты, не понимая, что здесь происходит. Но опытному Полу не понадобилось много времени, чтобы наконец выяснить душераздирающую правду. Оказывается, Роджер растил сына в одиночку после того, как его супруга умерла. Чтобы не травмировать психику Генри, отец сказал ему, что мама ушла погулять, а мальчик с тех пор ждал и надеялся, когда она вернётся. У самого Роджера при этом в последнее время начались серьёзные проблемы со здоровьем. И не было даже среднего образования, из-за чего он перебивался лишь небольшими случайными заработками, которых едва хватало на то, чтобы накормить и одеть сына. При этом сам мужчина часто оставался голодным, жертвуя всё своему любимому сыночку. Однажды ночью Генри увидел, как отец громко хлопнул дверцей практически пустого холодильника и зарыдал от бессилия и своей ущербности. Мальчик очень хотел хоть как-то помочь голодному и страдающему отцу. И вот однажды он узнал из новостей по телевизору, что в местной тюрьме заключённых кормят три раза в день. После чего Генри в голову пришла гениальная идея, и он без промедления побежал в полицейский участок. Когда печальная правда наконец раскрылась, даже суровые полицейские не смогли сдержать эмоции. Они сытно накормили Генри собственными обедами и отвезли их домой. Однако на этом история не закончилась. На следующий день на пороге дома Роджера появились несколько полицейских и сотрудников социальной службы, которые держали в руках запас продуктов на пару недель. Хозяин с благодарностью принял этот дар и пригласил гостей внутрь, где их с радостью встретил улыбчивый Генри. Сержант Пол предложил хозяину работу уборщиком в полицейском участке, на что мужчина с радостью согласился. История о маленьком мальчике, из-за которого арестовали его отца, очень быстро распространилась по всему городку и буквально взорвала местные соцсети. Это привлекло внимание общества к людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и жили за чертой бедности. Многие жители проявили готовность помочь всем нуждающимся и сделали их беспросветную жизнь гораздо легче. А маленький мальчик своим наивным и трогательным поступком сделал наш мир чуточку добрее и лучше. Субтитры создавал DimaTorzok